Всем привет! Это экологические экскурсии в Петербурге, Алексей Копкин, а это гигантский кролик. И сегодня хочется рассказать об одной специфической теме, так что если вы слишком брезгливы, лучше не смотрите. Но у кроликов есть одна интересная особенность. Дело в том, что утро кролика начинается, как и у всех, не с кофе, а с туалета. То есть он так же, как и мы, ходит в туалет, но дальше происходит нечто интересное. Он берет и поедает свои собственные какашки. Зачем так он делает и почему так происходит? На самом деле это приспособление для того, чтобы получать как можно больше питательных веществ из не очень питательного корма. Потому что такие замечательные создания, они питаются, ну не знаю, скажем, корой деревьев. А в коре деревьев, в общем-то, питательных веществ раз-два и общался. И чтобы максимально их хорошо использовать, у них, у всех растительных животных, есть специальная микрофлора, которая все это переваривает. Но у кроликов все-таки желудок не такой, как у коров, кишечник такой здоровый. Поэтому приходится пропускать еду через себя дважды, два раза. Он берет и с утра поедает свои собственные какашки. Ну а потом уже избавляется от съеденного, привычным образом не употребляет их в пищу. Так что вот такая вот интересная особенность. Ну, так делают не только, честно говоря, кролики, так делают некоторые слоны, которые могут просто отобрать. То самое дело прямо у своего сородича из хоботов, из сзади, так сказать, ей использовать для обогащения своей собственной микрофлорой, либо чтобы перекусить. Так что вот такое забавное есть история с кроликами. Слава богу, у нас такой нет. Хотя сегодня фекальная трансплантация – это одно из очень интересных направлений в отечественной и зарубежной медицине. Особенно зарубежной. Ну, друзья, так что всем доброе утро, всего хорошего, до новых встреч, следите за нами, подписывайтесь на канал, пока-пока.